Встречайте, Ирина Плешкова. Здравствуйте, меня зовут Ирина Плешкова, мне 18 лет, я из города Санкт-Петербург. Я мнемонист, я двукратный вице-чемпион России. Могу запоминать быстро и точно большие объемы информации, такие как числа, слова, карты, имена, картинки. А также я являюсь рекордсменкой России по запоминанию бинарных чисел и произносимых чисел. В 2019 году я увидела выступление Александра Горячего в программе «Удивительные люди», и меня оно так впечатлило, что я тоже загорелась и захотела заниматься мнимотехникой, написала ему и стала впоследствии его ученицей. В мнимотехнике мне больше всего нравится запоминать числа и даты, соответственно. Чтобы тренировать свою память, я рассматриваю прохожих, чтобы запомнить их внешность. Также я использую колоды карт и специальные программы для тренировки памяти. Я учусь на юриста. Мнимотехника помогает мне запоминать различные объемы информации, например, номера статей и содержание статей. Мои одногруппники называют мою способность к запоминанию каким-то чудом. Мои способности в учебе — это все благодаря мнимотехнике, так что я всем советую заниматься мнимотехникой. Когда я соревнуюсь, во мне просыпается азарт, я мобилизуюсь, выкладываюсь аж на 110% и я обязательно постараюсь побороться за место победителя. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Все знают и наверняка вы знаете, что у вас очень редкий дар — видеть разное в одинаковом. Ну, я способна запоминать различную информацию, вот. Поэтому сегодня постараюсь это показать вам. Сможет ли Ирина с успехом выполнить наше яркое задание? Оно действительно яркое. Вот это прямо сейчас и узнаем. Перед началом испытания я попрошу вас занять место на стуле и надеть на глаза маску. Друзья, пока Ирина нас короткое время не видит и не слышит, рассказываю историю. За ее спиной на столе лежат 100 апельсинов. Ровно 100. Сейчас я попрошу одного из наших уважаемых экспертов, я даже знаю, кого, выбрать один единственный, самый сочный, самый красивый апельсин. Стараюсь. Но все-таки желательно, чтобы апельсин этот был без особых примет. Вот именно этот единственный экземпляр я и прошу Евгения для нас выбрать. Да, и главное, не забудьте сообщить нам номер того единственного апельсина, на котором остановится ваш волшебный выбор. Жень, почем апельсины, э, слушай? Хватит, а? Сегодня даром. А вообще вопрос. Ага. Решили. Так. Номер видели. Очень хорошо. Спасибо, Евгений. Ваш выбор сделан. А нашего ассистента я прошу Ирине предъявить выбранный апельсин. Мы снимаем и наушники, и маску. И вот он, тот самый апельсин. Знакомство ограничено сроком в три минуты. Ирин, если вы готовы, то мы запускаем таймер. Да, можно запускать. Прошу. Я бы просто надкусил его, и все. Потом бы легко найти. Ну, может, у меня какой-то более продвинутый способ, я не знаю. Я бы почему-то подумал, прикольно было бы провести эксперимент сто лысых мужчин. Ну, там, мне кажется, полегче, чем с апельсинами будет. Осталась минута. Она какую-то делает, видимо, какой-то цифровой слепок сейчас. Все. Все. Даже трех минут не понадобилось. На 20 секунд раньше, чем закончилось отведенное время. Теперь, стало быть, снова на глазах повязка. И это означает, что фрукт, вот тот самый, единственный и неповторимый, мы возвращаем на его исходное место, к табличке с номером. А у каждого из этих ста апельсинов есть и свой номер. Вам нужно будет найти из ста апельсинов именно тот, с которым вы сейчас знакомились и так хорошо его запомнили. И на это у вас будет 5 минут. Готовы? Да, готовы. Время. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я готова дать ответ. Неужели? Это вот этот апельсин. Под номером 56. Вы совершенно уверены? Да. Вы можете воспользоваться своим временем. Точно не хотите? Да, я совершенно уверена, что это апельсин под номером 56. В таком случае, будьте добры, чтобы все было предельно наглядно, поднимите, пожалуйста, апельсин и номер. АПЛОДИСМЕНТЫ Это он, Евгений. Это он. Фантастика. Фантастика, правда. Ирина, вы так справились с испытанием, что просто вау. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ